Раз в несколько десятилетий в кино происходит технологическая революция, обновляющая индустрию. Появление цвета и звука, компьютерная графика, зелёный экран, технология захвата движения, новый подход к 3D в Аватаре. Все эти инновации полностью меняли подход к съёмкам крупных студийных проектов. Какой будет следующая революционная технология, пока неизвестно, но один из правдоподобных вариантов — это использование игровых движков. Речь прежде всего идёт об Unreal Engine 4, который использовали в блокбастерах Marvel, «Новых Звёздных Воинов» и сериале «Мандалорец». Привет! У микрофона Александр Рыбаков, а текст написал Николай Кубрак. И в этом материале мы расскажем, почему движок Unreal Engine 4 может обеспечить новый прорыв в индустрии. Unreal Engine разработала компания Epic Games в 1998 году для создания шутеров от первого лица. В последующих версиях движок упрощался и становился более универсальным, а поэтому теперь в нём можно было создавать проекты любых жанров для всех популярных платформ. Unreal Engine 4 позволяет создавать игры без долгого написания кода. Местная система визуального программирования — Blueprint — доступна даже новичкам. Никаких особых навыков не требуется, можно вообще создать новую игру только на основе Blueprint. Надо сказать, что Unreal Engine 4 сильно повлиял на игровую индустрию, ведь его использовали при создании Fortnite, Hellblade, Xeno's Sacrifice, Gears 5 и сотен других игр. Но он полезен и за пределами игровой индустрии. Например, в дизайне интерьеров или даже в кинематографе. От конкурентов Unreal Engine 4 отличает фатриалистичная графика и огромная библиотека ассетов. Дело в том, что движок позволяет создавать проработанный и детализированный фон, который практически неотличим от реального. При этом есть еще одно важное преимущество — это быстрый производственный процесс. Поэтому неудивительно, что движок быстро взяли на вооружение киностудии — он пригодится и на препродакшене, и при создании спецэффектов в реальном времени. Сейчас режиссеры все чаще отказываются от зеленого экрана и других популярных технологий в пользу Unreal Engine. Важная особенность Unreal Engine 4 — это инструмент под названием Sequencer. Он решает задачи в реальном времени, перемещает фрагменты сцены, подбирает подходящие объективы, настраивает освещение и устанавливает фокусировку. Благодаря Sequencer самым популярным способом применения Unreal Engine 4 на съемках стало создание реалистичного фона. Технологию можно использовать как хромакей, но при этом в реальном времени. Поэтому теперь это занимает не несколько часов, а всего лишь пару минут и несколько кликов. Иногда специалисты по спецэффектам дорабатывают сцены на постпродакшене, но часто даже этого не требуется — хватает рендера в реальном времени. В создании фонов помогает шаблон Unreal Engine 4 под названием N-Display. Он позволяет проецировать изображение сразу же на несколько экранов или поверхностей. Сгенерированные фоны транслируются на огромные LED-экраны и создают иллюзию, будто актеры находятся внутри этого пространства. Процесс напоминает такие классические для кино методы как рир-проекция и фронт-проекция, то есть приемы комбинированной съемки, в которых фон проецировался на экран позади актеров. Только без свойственных им недостатков вроде теней от съемочной группы и несовпадения деталей. Еще один полезный для кино инструмент — это технология StageCraft, которая создает и меняет реалистичное окружение прямо на съемочной площадке. Unreal Engine 4 помогает кинематографистам и в предварительной визуализации. Здесь роль играет не только классические возможности движка, которые позволяют заменить раскадровки реалистичной анимацией, но и специальный шаблон под VR-проекты. Надев очки, актер может взаимодействовать со генерированной средой в реальном времени, что помогает точно распланировать его движение в кадре. На конференции разработчиков игр GDC Epic Games представили действительно футуристичную технологию на базе Unreal Engine 4. Движок Renderial уже не фон внутри программы, а физический объект в реальном времени — это автомобиль Chevrolet Camaro ZL. Для этого использовалась реальная модель без кузова, но с каркасом и нанесенными на него QR-кодами. Пока что использование Unreal Engine 4 в кино — это все еще редкость. Первопроходцем здесь в очередной раз стала компания Disney, которая всегда одной из первых применяла новые технологии — от ротоскопирования до 3D-анимации. Главный сторонник использования Unreal Engine 4 в кино — это режиссер «Железного человека», «Книги джунглей» и «Коррел Льва», а также шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро. Его появление на конференции специалистов по компьютерной графике SIGGRAPH в компании спикеров из Epic Games удивило зрителей. Но ничего странного в этом не было, ведь именно у Фавро сегодня самый большой опыт по внедрению игровых движков в съемочный процесс. На конференции режиссер подробно рассказал, как применял движок при создании своих трех последних проектов. Все началось с «Книги джунглей». Живому актеру, игравшему Маугли, приходилось бегать среди синих экранов. Необходимость подолгу перемещать хромаке и обдумывать детали рендеринга выводили режиссеры из себя, и тогда Фавро решил воспользоваться возможностями Unity. Движок использовали не так уж и часто. С его помощью создавали предварительную визуализацию некоторых сцен, которая транслировалась в VR-очках у актера и съемочной команды. Как выразился сам Фавро, они создали нечто вроде многопользовательской VR-игры о съемках фильма. Именно эта технология стала фундаментом для создания его следующего крупного проекта — фотореалистичного ремейка «Короля Льва». Там виртуальная реальность применялась уже в полном объеме. Перед съемками сцены создавались в виртуальной реальности, и Фавро даже называет ответственного за этот процесс Калиба де Шинелли полноценным кинематографистом и едва ли не еще одним полноценным режиссером. Фактически фильм был изначально полностью поставлен в VR, чтобы во время настоящих съемок команда могла отталкиваться не от раскадровок, а от анимации с готовым светом, цветокоррекцией, операторскими приемами и так далее. Теперь больше не требовалось подолгу искать общий язык с VFX художниками и прислать им правки. Вся графика уже перед глазами режиссера, и заметки для постпродакшена выглядят максимально наглядно. Этот опыт довольно сильно повлиял на Фавро, ведь он окончательно убедился в эффективности своего новаторского подхода. В сериале «Мандалорец» уже использовали Unreal Engine, причем по максимуму. Во-первых, Фавро использовал ту же стратегию с превизуализацией, что и в «Крыле Льве». Во-вторых, «Хромакеи» окончательно заменили LED-экраны с проекциями, созданных в Unreal Engine 4 фонов. Технология StageCraft помогала с рендером не только экзотических пейзажей, но и фрагментов корабля. Это, кстати, позволило сильно сэкономить на реквизите. С помощью этих возможностей в реальном времени дорисовывали недостающие объекты, меняли время на суток и добавляли детали, которые сразу же проецировались на светодиодные стены. Фавро уверяет, что многие эпизоды, снятые на фоне таких экранов, вошли в финальный монтаж без постобработки. Для актеров это было здорово, потому что они могли ходить по съемочной площадке и даже в случае использования интерактивных проекций попадать в среду, где они видят все окружение. На эти светодиодные стены не стоит смотреть с близкого расстояния, но они все равно полезны для периферического зрения во время работы. Вы всегда знаете, где горизонт, ощущаете освещение на себе. И вам даже не нужно настраивать свет на площадке, ведь вы получаете много интерактивного света от этих светодиодных стен. Моду на виртуальную предварительную визуализацию быстро переняли коллеги Джона Фавро. Во многих подконтрольных Дисней проектах появился новый рабочий этап под названием виртуальный продакшн. Те же методы, которые помогали Фавро на съемках книги Джунглей и Короля Льва, использовались при создании Стражи Галактики 2 и Тор Рагнарёк. Технологию переняли и другие студии, например Фокс, с их франшизой о планете обезьян, где актерам, снимавшихся при помощи технологии захвата движения, предварительная визуализация сцен была просто необходима. Что касается проекции на LED-экраны, то Фавро не был в этом первым. Их уже использовали в другом проекте во вселенной Звездных войн. Изгой 1. Помимо прочего, Unreal Engine 4 в фильме применялся и для визуализации робота K2SO, которого полностью отрисовали, а затем перенесли в VR, что в итоге упростило актерам взаимодействие с персонажем. Виртуальный продакшен и проекции также применялись при создании Соло и 9 эпизода Звездных войн. Как и в прошлые десятилетия, именно эта франшиза задает тренды в индустрии эффектов. Еще движок от Epic Games используют при создании анимации, причем в качестве основного инструмента. С помощью Unreal Engine 4 была отрисована целая сцена мультфильма в поисках Дори, и при этом Pixar продолжает сотрудничество с Epic Games. Полнометражный анимационный фильм на базе Unreal Engine 4 тоже не за горами. Epic работает над проектом под названием Troll, который создается с применением технологии трассировки лучей, а в главной роли актриса Алисия Викандер. Джон Фавро и другие режиссеры, которые использовали технологию, сходятся во мнении, что Unreal Engine 4 значительно повлияет на будущее кинематографа. Движок становится проще и удобнее для рендеринга, что позволяет добиваться высокого качества эффектов без лишних затрат. Конечно, пока Unreal Engine 4 далек до того, чтобы каждый мог с его помощью создавать собственный фильм, но он уже помогает профессионалам отрисовывать необходимые объекты и фоны прямо в процессе производства. А ведь это еще вчера звучало как мечта всех режиссеров-блокбастеров, уставших от проблем, связанных с хромакеем. Я думаю, что это не рушит весь процесс, а только заставляет вас принимать творческие решения на раннем этапе. Обычно вы идете на съемочную площадку, устанавливаете зеленый экран и только потом видите результат, но здесь у вас есть все эти замечательные новые технологии и есть столетний опыт создания кино, принципы которого сохраняются. Зачем отказываться от этого только потому, что мы больше не используем декорации? Давайте унаследуем навыки этих мастеров и создадим новые инструменты. Самое очевидное последствие использования Unreal Engine 4 — это смерть зеленого экрана. Как и многие революционные технологии из прошлого столетия, его закономерно сменит новое, более удобное и дешевое в производстве. Наверняка изменится и съемочный процесс. В блокбастерах Disney уже вводится этап визуального продакшена, а раскадровки сменяются с генерированной в Unreal Engine 4 анимацией. И если попытаться заглянуть в будущее, то возможно, благодаря этому движку или аналогичному инструменту, кино станет в буквальном смысле интерактивным. Наблюдая за тем, как используется эта технология сегодня, можно лишь только представить, как зритель будущего изменяет фоны и детали фильма прямо во время просмотра. А вы что думаете о подобном технологическом развитии? Может быть вы знаете другие технологии, которые могут быть внедрены в кинематограф уже сегодня? Пишите обо всех своих догадках в комментариях, с радостью обсудим. А также не забывайте переходить в наш паблик ВКонтакте и Телеграм-канал, где вы сможете найти еще больше контента по геймдеву и кино. А с вами была команда XYZ. До скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok